Димон Димон Здесь, короче, вахтер жесткий Морду делаешь кирпичом И мимо проходим, и все Слайк, я что-то очкаю, подожди Может, не надо? Да ты успокойся, я тебе сказал Я в думу не скажешь Ладно, да ты не бойся, он нас не догонит Я ему недавно ногу оторвал Здесь на Эльмаше такие дела происходят Вообще бомба Иди сюда Иди сюда, я тебе говорю Ты лошара конкретная Если телка стрёмная, это не значит, что она стопудовая Ты только что чуть дорого И скользяк не склеил, ты понял? Короче, сейчас Новый ход Подходишь к Чике и говоришь Я пилот уральских авиалиний Если что, на кукурузу по-любому посажу Ты понял? Короче, смотри, вон Чика сидит нормально из голоса Уже развернутая Даже петь не надо вообще Иди, короче, к ней Это стопудовый вариант Вообще мне один хоккеист рассказывал Короче Здесь Урал Здесь надо прямо и жёстко Подходишь и говоришь Пелагея Погнали тютюниться Я тебе отвечаю Прям так и говори, что ли? Прям так и говори, давай Не, Шлайк, может не надо Я не знаю, что ли Может не прокатит ещё что-то есть Да ты успокойся, я тебе сказал Я понял, я понял Хорошо Стопудово вообще Это, ну, как его Пи-пи-пи Пи-пи Пила-пила-пила-пила-пила-пила-пила-пила-пила-папа-папа Папа-папа Ну, тю-тю Папа-тю-тю Тилагея папа Нагнали пупу Чё, тю-тю-тю-тю Тебе надо в Железнодорожную поступать лошарам Чё, лошара, сам ты лошара Тя в жюри посадили Ты полконкурса за кулисами провёл Нормально? Нет? Иди обратно, садись До конца жизни будешь Таблички в жюри Тюребосить Пацаны Пацаны, выходите Потерялась я, мама Потерялась я Потерялась я Здравствуй, девочка Что ты здесь стоишь одна на солнцепелке? Я потерялась Ты потерялась? Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась Хорошо Плохо Как ты потерялась? Я прыгала на батуте И почему ты потерялась? Сильно прыгала И потерялась А где твоя мама? Не знаю А как она выглядит? Плохо Мы уже здесь месяц отдыхаем В чём была мама? В машине Где вы остановились с мамой? На тридцать пятой странице Чиполина Потом я уснула Да, это важная информация А где вы живёте с мамой? Редбул Нет, нет Адреналин раш А, пансионат энергетиков? Да Ну хорошо, давай сначала Как тебя зовут? Не помню Вообще не помнишь? Помню только последние три буквы Какие? Адя Адя? Адя Давай по алфавиту А Адя? Нет Бадя? Нет Вадя? Нет Может, гадя? Похоже, но нет Задя? Нет Может быть И Адя? Нет Такого имени Фадя? Нет А, может Надя? Нет Опа Я буду называть тебя Гадя Красивое имя Гадя, а как твоя фамилия? Не помню Вообще не помнишь? Помню только последние три буквы Какие? Ова Но тут попроще будет Иванова Нет Петрова Нет Сидорова Нет Корова Нет Здорова Нет Хреново Да Хреново Да Гадя Хреново Да Слушай, гадя А ты помнишь свое отчество? Ну мне так для себя Чисто поржать Не помню Вообще не помню Помню только последние три буквы Вна Вич Петрович Петрович Да Гадя Петрович Хренова Да Я бы тоже потерялся Гадя, пить хочешь? Нет Мы уже здесь месяц отдыхаем Ну хорошо Попробуем по-другому Куда могла уйти твоя мама? Не помню Помню только последние три буквы К-В-Н Это не последние буквы Хорошо Пойдем Я знаю, что делать Пойдем Гадя Здравствуйте, дядя Это Гадя Гадя Это дядя Мужчина Я смотрю Вы здесь вроде как главный Вы не могли бы объявить в микрофон Что потерялась Гадя Петрович Хренова? Что, не скажете? Сердца у вас нет КВН молодежная игра Встречайте КВН пришел поздравить Самый популярный Политический блогер России Рамзан Ахматович Кадыров Ахматович Кадырович Кадырович Кадыровичны Кадыровичны Александр Васильевич, да, поздравляю вас, удаю вас, нравится передача ваша, очень хорошая передача для вас, есть один момент, не совсем согласен я тут с вами, вот вы здесь, ваш сын там, в зале, ну, не совсем правильно, что младший сидит, когда старший стоит, ну, да, а в будущем предлагаю наоборот, что делать, вы здесь должны сидеть, он там должен стоять, да, удах, ну, да, ладно, все время, все время, все время, как вы, хорошо, вот так, меня в последнее время очень много спрашивают в связи с этими выборами США, это, да, я сразу говорил в игре Трампа, я даже не сомневался, что она эту Хиллари будет уфью, салам алейкум, трамп, пам, пам, белый, да, Вот эта тема вот сейчас популярна очень, которая, это, покемоны, покемоны ловит, которые ездят, да, значит, Владимир Владимирович, я вам официально заявляю, на территории Чеченской Республики ни одного покемона нет, я вылазил цель. Так что предлагаю в следующем году КВН делать у нас в Чечне, в Грозном, приезжайте, все будет капитально, досконально, оригинально, феноменально, это, да, И вот этого, который меня оккупирует, этого Голустяна, с собой берите, я ему ноги поломаю, на руках носить его буду, да, 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 спасибо, да, спасибо. Так что, как говорят вот эти КВНщики, это ни пуха, ни пера, ни денег, ни машины, как они живут, я не понимаю, давай, поехали, делим. Ну что, поехали, так поехали! Секретная военная база США. Америка решила собрать всех своих супергероев и захватить мир. Господин генерал, все в сборе, мы готовы захватить мир. Похвально, но для начала мы захватим Россию. Почему Россию? Потому что будет обидно захватить весь мир, а потом, как всегда, отхватить от России. Итак, представьте, пожалуйста, кто в нашей армии. Капитан Америка, Железный Человек, Человек-паук, Супермен, Женщина-кошка. А это кто? А это Женщина-старая кошка. Всем стоять, мордой в пол! Это же Бэтмен! Какой нахрен Бэтмен? Фэст Бэтмен! Я фэк Бэтмен! Вы никогда не сможете захватить Россию, понятно? Сможем. У нас в Америке есть Супермен. Он не жалеет себя и помогает городу. А у нас в Сибири есть Супермен. Он не жалеет город и помогает Сибири. А у нас есть Джек-потрошитель. Он вас выпотрошит. А у нас есть Джек-потрошитель. Он вас выпотрошит и высушит. А у нас есть Человек-орел. Он появляется ниоткуда, хватает тебя и уносит на край света. А у нас есть Человек-козел. Он появляется из ниоткуда, берет твою машину и на штрафстоянку уносит, потом хрен найдешь. Да-да, я через Мрео пытался штрафы оплатить, потому что не важно, что у тебя. А у нас есть всадник без головы. Он без головы скачет на лошади. А у нас есть хирург. Вот такая же фигня, только на мотоцикле. А у нас есть собака Баскервилли. А у нас Панин. А у нас президентом стал Трамп. Ну, и где спасибо? Да, верно. Мы никогда не сможем захватить эту планету, пока у них есть такой президент. Александр Васильевич Масляков. Да-да, Слава, продолжай жить в своем мире. Александр Васильевич, обычно в конце выступления команды говорят какую-то заготовленную мысль или шутку. Но мы сегодня со всеми ребятами хотим сказать вам слова благодарности и вручить вам небольшой подарок. Александр Васильевич, дорогой вы наш человек. За то, что в следующем году в нашей команде КВН «Утомленное солнцем» исполняется ровно 20 лет. Мы хотим сказать огромное спасибо за те эмоции, которые вы нам подарили. Мы обожаем вашу игру. Искренне. Мы хотим вам сказать большой привет от наших родителей, от моей мамы лично. Огромное спасибо, Александр Васильевич. Огромное спасибо. У меня просто чувства переполняют. Я не знаю, что говорить даже. Александр Васильевич, мы хотим вам просто сказать низкий поклон от всей нашей команды КВН «Утомленное солнцем». Вы знаете, как мы вас любим. И мы знаем, как вы нас любите. Команды КВН «Утомленное солнцем». Иди сюда, Леночка, быстрее. Лена сама очень хотела давно сказать, что любит вас. Александр Васильевич, спасибо вам большое. Скажи быстрее. От мамы привет тоже. От мамы тоже привет, Александр Васильевич. И в знак благодарности мы хотим подарить вам этот небольшой подарок. Песня «Поехали!» Я давно уже, наверное, повзрослел. В мире юмора давно собаку съел. И шучу, не дожидаясь, встретишься здесь седьмом. Но лишь только в КВН вернусь, как друг. Снова чувствую, как в юности испуг. И в руки моей опять безумный сердца стук. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Игра, которой будет всегда восемнадцать. Я поднимаю руки, мне некуда теса. Останется навечно игра в моем сердце. Пойду я против правил, не буду прощаться. С игрой-то я оставил свои восемнадцать. Пускай уходит время, за ним не узнаться. Наверное, стали старше, уже восемнадцать. Спасибо! Коверяне, чиновники! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все вы наверняка видели номер про девочку-гадю, которая потерялась. Внимание на экран. Здравствуйте, дядя, это Гадя. Гадя, это дядя. Мужчина, я смотрю, вы здесь вроде как главный. Вы не могли бы объявить в микрофон, что потерялась Гадя Петрович Хренова? Что, не скажете? Итак, друзья, на следующий день. Потерялась я, потерялась я, мама. Мама, потерялась я, мама. Потерялась я. Здравствуй, Гадя. Ты чего опять стоишь одна на солнцепёке? Потерялась я. А как ты потерялась? Накидалась я. И где ты накидалась? В боулинге. Там за три страйка пиво приносят. Вот я и накидалась. Хорошо. Плохо. Я девять страйков выбила. А где твоя мама? Не знаю. А в чём была твоя мама? В машине. Опять? Нет. Кусеми. Понятно. Как звали водителя? Не помню. Совсем не помнишь? Помню только последние три буквы. Какие? Шот. Ну, давай по старой схеме. По алфавиту. Ашот. Да. Опа. Впервые алфавит не подвёл. А как фамилия Ашота? Не помню. Совсем не помнишь? Помню только последние две буквы. Какие? Ян. Этого человека мы в Сочи не найдём. Почему? Ну, мы же не можем заходить в каждый дом. Ладно, давай по-другому. Кем работает твоя мама? Испытателем. А что мама испытывает? Ну, жду. Ну, у нас в этом не и полстраны работает. Адрес помнишь? Нет. Помню только дом. Какой? Два. Дом-два? Да. Мама ушла в дом-два? Да. Мы больше никогда не найдём твою маму. А брата? У гады есть брат? Да. Родной? Нет. Двоюродный? Нет. Троюродный? Нет. Четвероюродный? Нет. Пятиюродный? Нет. Шестиюродный? Нет. Семиюродный? Нет. Восьмиюродный? Нет. Девятиюродный? Нет. Я настойчивый. Десятиюродный? Нет. Сводный. Опа. А как зовут сводного брата? Не помню. Совсем не помнишь? Помню только последние три буквы. Какие? Итя. Ну давай по алфавиту. Ага. Но с конца. Я Итя. Нет. Ю Итя. Нет. Э Итя. Нет. Щитя. Нет. Шитя. Нет. Ситя. Нет. Титя. Да. Титя? Да. Твоего брата зовут Титя? Да. Гадя потеряла Титю? Да. А как фамилия у брата? Не помню. Совсем не помнишь? Помню только последние три буквы. Какие? ВИЧ. Ну тут полегче будет. Каганович? Нет. Немирович? Нет. Абрамович? Хотелось бы, но нет. Сэндвич? Нет. Спасибо. Семенович? Да. Семенович? Да. Гадя потеряла Титю Семенович? Да. Я обязательно найду твоего брата. А как он пропал? Мы катались на банане. И что? И Титя выпал. Титя всегда выпадает, когда мы катаемся на банане. Гадя может нарисовать брата? Да. Нарисуй Титю. Я буду заходить в каждый дом. Я обязательно найду твоего брата. Гадя, я кажется, знаю, что нужно делать. Пойдем со мной. Пойдем. Здравствуйте, мужчина. Вы же здесь вроде как главный. Здравствуйте. Не могли бы вы этот рисунок вывести на экран? Пусть все увидят это. Нет? Очень жаль. Кстати, мужчина, я бы на вашем месте здесь не стоял. Здесь скоро проедет кортеж. Чей? Я сказать не могу. Могу сказать только три буквы. Последние. Какие? Тин. Агутин? Нет. Распутин? Ну, Распутин, так Путин. Но я вам этого не говорил. Пойдем, Гадя. Как не бывает на свете, что были такие ряги. Александр Васильевич, у них после проигрыша вся жизнь под откос пошла. Они в Армавир приехали и начали бутылки собирать. Ну, хоть дома прибрались. Валя, замолчи. Тетя Галь, да при чем здесь Александр Васильевич? Это жюри решает. Жюри? Хорошо. Здравствуйте, жюри. Миша, Галуся, ну вы же бывший КВНчик. Вы же тоже играли, номер этот показывали. Гадя Петрович Хренова. Хреново, что я тогда в жюри не сидела. Я бы вам ничего не поставила. Галя, Галя, не надо ля-ля. Но мы же вместе сидели гоготали. Помнишь? А-а-а-дя. Прекрати. Мы сюда ругаться приехали. Бабушка Сирануш. Проходим, молодёжь, проходим все сюда Значит, две тысячи долларов и эти хоромы ваши Иди сюда на секунду Молодец, три мухи на тебе поймала Слушай, эти мухи надоели уже, жизнь не... Бабушка, а где в Сочи можно снять квартиру за сто рублей? Здесь недалеко, в 1976 году Скажите, бабушка Сирануш, это ваша фотография? Нет, слушай, это муж мой покойный, Хвича, Царствие Небесное На футболе умер Как на футболе? Вот так, пошёл на стадион, болельщики вальну делали, захлебнулся Уважаемый человек был На похороны знаешь, сколько народа пришло? Гроб в двух местах пришлось ставить Значит, это ещё... Алло! Барефов, привет, Вартануш! Конечно, узнала тебе, да Я на твой звонок любимую мелодию твою поставила Бэтч Лоу Нига Да-да, под которую мы на МКАДе на Ламборджини перевернулись А ладно, сейчас времени нет, потом поговорим Я занят, прости Слушай, эти тараканы, что за люди? Бесплатно хотят жить у меня Вы же эти, КВНщики, да? Да-да-да Галустян ваш негодяй чистый Души подглядывали за мной В сауну меня приглашал, не знаю, на что рассчитывали Ну вы же наши все, да? Один раз бабушка всё равно поможет, чтоб все хлопали, да? Давай встали быстро все Итак, поехали, вот так, да Нынче вечер хоть куда Молодец Разомкнулся навсегда Молодец Круг забот И в шумном зале Звуки музыки летят Вижу ваш случайный взгляд Молодой человек Пригласите танцевать Отдыхая этим летом в Сочи Дмитрий Анатольевич Медведев и Владимир Владимирович Путин Решили посетить обычную сочинскую кафешку Директором которой является наша старая знакомая Бабушка Сирануш Добрый вечер, мои хорошие Добрый вечер Сто лет, сто зим не видела бы вас вообще О, какие люди у меня кафе Я пепельницу поставлю Спасибо, мы не курим Я курю Здравствуйте, меня зовут бабушка Сирануша За вас Шучу, шучу Дмитрий Владимирович Я очень-очень рада видеть вас в нашем городе Сочи Мы тоже очень-очень рады видеть вас в нашем городе Сочи А вы москвичи молодцы, конечно Вот это хотела спросить Вы там в Москве нанотехнологии свои делаете Вот это зачем это все? Ну как же, это технологии 21 века У нас в Сочи давным-давно эти нанотехнологии есть У меня сарай, он был неузаконен чуть-чуть Я в администрацию пошла Кому надо, на-на технологии свои сделала Теперь все нормально у меня Кстати, вот это хотела спросить Вот это Барак Обама Говорят, он наш Да вы что? Да вы что, бабушка Сирана? А все-все, поняла Это американский президент Я все поняла, ради бога, конечно Я все поняла, конечно Нет-нет, вы нас неправильно поняли Я все правильно-неправильно поняла Ради бога Я просто не должна была знать, что Обама наш Вот и все Ладно-ладно, сменим тему Президент Джан Смотрим тебе по телевизору Похудел ты совсем Да ну что вы, ну что вы Я просто спортом занимаюсь Эээ, пусть Мутков спортом занимается Ты кушай Анекдот, ладно, расскажу Нелевкая пауза какая-то Василий Иванович Петка встречается Петка говорит Я сразу хочу, чтобы вы правильно меня шаризали Резали, 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 резали Ладно, еще один анекдос расскажу Поймал мужик золотую рыбку И сразу говорит Хочу, дорогие человек, чтобы вы правильно Как вы мне шаризали Резали, резали, резали Бабушка, бабушка Сирануш Ну, вы бы могли концовку анекдота Как-то понятно рассказать А ты говоришь, Гитлер О, кого я вижу У меня к вам маленькая просьба будет Личного характера Не могли бы вы передать Вот эту бутылочку шампанского Вот за тот столик Вот тому молодому человеку Конечно, Геннадий Геннадий Сказать от кого? Он поймет Добрый вечер Это вам Вот от этой дамы Узнал Помнит Помнит Отдыхая летом в Сочи Владимир Владимирович Путин По традиции Зашел в кафе К своей старой знакомой Бабушке Сирануш Слышь, ты что такая дерзкая Добрый вечер, мои хорошие Здравствуйте Владимир Владимирович Проходите Смотрите Все столики заняты Вообще свободных мест нет Наш столик всегда свободен Присаживайтесь, пожалуйста Слышишь ты Я тебе что сказал? Я шесть часов сюда с президентом приду Ну так сейчас же без десяти Не без десяти мне тут Президент Джан Я кальян буду, вы не против? Конечно, конечно, бабушка Сирануш А скажите, у вас кальян на молоке? Нет, Суши, на рапторе Комаров травлю Эти комары что за люди? Бесплатно мою кровь пить хотят Один день их всех соберу Пачкав ножки, попилю Всю семью уничтожу их, Суши Президент Джан Угощайся, кушай Спасибо большое А что это такое? Это устрицы Вот так берете устрицы, смотрите Мои любимые, мои любимые Что хотела сказать? Нравится мне, конечно, ваш вот этот Министр спорта Мутко Как он по-английски разговаривает, да? Я по-английски вообще ничего не знаю Но когда он по-английски говорит Я все понимаю А ты такой красивый с бородой В твои попало сети Гусман звонит Алло, да, привет, мой медвежонок Как дела? Нормально? Что, ты в Сочи приезжаешь? Да, конечно, жду Конечно Ты когда по улице идешь, люди улыбаются Из асфальта цветы начинают расти Слушай, ты когда в море заходишь Вода теплее становится Ну, согласна, с морем чуть-чуть неоднозначно получилось Ладно, все, жду тебя, медвежонок, давай Президент Джан, мы же давно знакомы, да? Я что хотела сказать Я тут как бы себе землю присмотрела В Сочи Она никому не нужна Вообще никому не нужна земля Там даже земля не земля Там деревья не растут Там камни, сирость Ну, пляж Что подумала? Хочу домик построить Один, два, семнадцать этажей где-то То же, как КВН, три буквы сделаю КА-ЗИ-НО А что, как песня у вас там поется? Мы открываем казино Для кого? А для себя Ну, бабушка Сирануш Я, конечно же, могу позвонить мэру Но так не надо Эй, президент Джан Вот надо как не надо Ладно, самый главный вопрос хочу задать вам Скажите, пожалуйста Что мы будем делать Если нефть будет стоить один доллар? А почему именно один? Ну, я как бы наш народ знаю Если два доллара мы еще как-то потерпим Но если один доллар Что-то надо будет делать Бабушка Сирануш Не волнуйтесь Все будет хорошо Серьезно Все идите сюда Быстро все идите сюда Вы слышали? Все будет хорошо Нефть будет стоить два доллара Пожалуйста, спейте один раз песню Для моего гостя из Москвы Чао-ка-као За мой счет бесплатно Ну, привет, брат Ты улетел, но обещал вернуться Говорят, Москва тебя сильно изменила Объясни, что это? Возвращайся домой Родина готова тебя понять и простить На землю надвигается сгусток отрицательной энергии Из некачественной и дешевой музыки Справиться с ним может Только шоу пятого элемента Ой, две минуты до эфира Я не знаю Я нервничаю Я переживаю бой А если у меня ничего не получится А что тогда делать? Я не знаю Вау, вау Плоскогубцы, плоскогубцы Ночи страсти не вернутся Вот теперь я готов Будем делать мое шоу Вау Привет, Москва Вы меня любите? А кто из вас любит китайское техно? Цань гоншин гоншин гоншайн Цань гоншин гоншайн Цань гоншин гоншайн Цань гоншин гоншайн А сейчас в моем шоу Отрывок из сериала Грязные танцы Все свободны Все свободны Боже мой Что мне с ногтями? Да я не знаю Что делать? Больно же Уходи Уходи Это мой шоу Ты уволен Он уходит? Вернись Постой Не уходи Я тебя прошу Останься Останься со мной Я тебя умоляю Останься Специально для тебя В моем шоу 300 грамм российской эстрады Катя Хмель Сделай мне шоу Ладно? А и Б сидели на трубе, а упала, это Б по тебе скучая. В чудо техники джакузи я не верю, я не верю, потому что я не знаю, кто пускает пузырьки в сексуальности Юлиана. Я не верю, я не верю, хотя друг один сказал мне, что он лучший из мужчин, и что Катя леет певица. Мы не верим, мы не верим. И вообще, я не такая. А что ты хотела за пять баксов? Мы стоим и ждем трамвая. Нет, 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 это не то, Катя Хмель уже остывающая звезда. Надоело, надоело все. Кругом ложь, лицемерие, не лица, а маски. Маски? Моем шоу должны быть маски. Как в программе упорщения разделать моем шоу маски. Я хочу маски, маски хочу. О-о-о-о. О-о-о-о. Одинокий голос, окройте за дом. Смотрит на меня сучится в дом. Может быть, и ты даже не придешь. Ты все поймешь, ты все поймешь. Одинокий голос, окройте за окном. Одинокий голос, одинокий голос. Голуб! Нет, 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 и еще раз нет. Это все не то. Это все скучно, интересно. Особенно вот эта последняя маска. У меня же есть шоу, оно должно быть пау, пау, пау. У меня пи, пи, пи. Пау, пиу, пау, пиу. У меня же шоу, между прочим. У меня шоу, шоу у меня. Где шампанское, цветы, пушистые зайчики. Где фонтан, где мой любимый фонтан. И что это за люди? Что они делают в моем шоу? Это мое шоу, мое. Извините, это шоу Александра Васильевича Абонска. Да? Потому что уважаю. Вот теперь, вот теперь я готов. Будем делать наше шоу. Супер сексуальный Мини максимальный Белый и пушистый И все, что они делают наше шоу. И все, что они делают наше шоу. Компетку Весь руки, ног, как взрыв Жиганный свет Как небо лет Забил паранеры То, чего на сцене нет Компетку И тот же слух И больше ног Красивых ног Хотели звезды Но вышло как всегда Пускай в пыль глаза Уж и связная пурга А что же сказали это? Хей, хей! Ну, как это было? Зыть, зыть! Зыть! Сам знаю. С детства нас мучают три главных вопроса. Кто сильней? Каратист или боксер? Твой отец или Брюс Ли? Или, например, Жан-Клод Ван Дамм или Лев Дуров из «Не бойся, я с тобой». Но сегодня мы постараемся ответить, пожалуй, на самый главный детский вопрос. Итак, кто же сильнее? Арнольд Шварценеггер! Или Сильвестр Штоллоне! Я – белый! Я – белый. Я – белый. Я – hands crimeого! I am Commandus, ride and ride to-to-to. To-to-to, I am a cobra. I'm a, I'm a Rambo. I'm a CXC. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добрый вечер! DimaTorzok DimaTorzok Of course! DimaTorzok 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 не дружит с Юдашкиным. Фэкью получается. Правильный ответ. Почему стюардессы всегда вежливы? Да, куда они денутся. Верно. Почему форма ГИБДДшников ночью светится? Злачные места должны быть освещены. Правильно. А что такое ручной тормоз? Эстонская кошка. Верно. Почему на концерты Алсу и Земфиры продаются все билеты? Русские отдают последнюю дань татаро-монгольскому иго. Правильный ответ. А что сказали татары, когда напали на Руси? Русские сдавайтесь, нас орда! И что им ответили русские? А насрать! Верно. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а мы продолжаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Почему россияне продолжают не платить налоги? Потому что 13 несчастливое число. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Правильно. Ну и последний вопрос. Зачем женщине мозг? Хороший вопрос. Запомните, потом вместе посмеемся. Я думаю, что это орден шелкового умника. Но это же пищевая фольга. Я думаю, что это еще один орден. На этом, дорогие друзья, наша передача заканчивается. До скорой встречи. Оривуар. Как любил выражаться старик Мольер. Третий абзац. 69-я страница. Когда на телевидении начинаются профилактические работы, люди наконец-то вспоминают о книгах. Я работаю вышибалой. В библиотеке. Некоторые люди не понимают, когда им говорят, что Пушкин уже закончился. А Ремонтова надо заказывать заранее. И вообще, книги как долги. Их надо возвращать вовремя. Стой. Куда? Вечтальный зал. Почему без очков? Ну, я нормально вижу. Где сменная обувь, плед, кресло-качалка, камин? Где это все? Я за вас носить буду. Ну, давайте я вам заплачу. Сколько? 50 рублей. Денег не беру. А то лишь... Ты... Какой? Какой сейчас год? 2001. А вот и да. Скажите, у вас Гоголь есть? Не есть, а читать. Библиотеки нельзя есть. И тишина должна быть в библиотеке. Тихо я сказал. Но я все-таки пойду. Стой. Ты еще колобка не сдал. Не сдашь колобка, и я тебе переплет порву. Закладки из войны и мир повыдергиваю, заново будешь читать. И старика Хатабыча, чтоб принес. Не привел, как вчера. А принес. Ладно, колись, зачем пришел? Да у меня тут в библиотеке девушка работает. Как звать? Галя. Хорошее имя. А девушку как звать? Ну я же говорю, Галя. Так вы что, тезки? Почему тезки? Меня Сергей зовут, ее Галя. Подожди, если тебя Сергей зовут, а ее Галя, какие же вы тогда тезки? Да никакие мы не тезки, вы только что сейчас сами придумали. А ладно, раскусил ты меня. За это, если угадаешь мои загадки, я тебя пущу. Как же я угадаю? Вы здесь всю жизнь работаете, столько книг прочитали. Тысячу, две? Три. Три тысячи? Три книги. Какие? Значит, букварь, вторую и синюю. Ну тогда давайте. Первая книга. Светлана Грантовна, Андрей Грантович, Сергей Грантович и Надежда Грантовна. Дети капитана Гранта. Вторая загадка. Танкист. Танкист. Сейчас, внимание, танкист. Три танкиста. Третья загадка. Негритенок. 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 А, ну что, я уже знаю ответ. Черт. Не перебивай, негритенок. 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 Ну я что? Негритенок, 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 негритенок. Десять негритят. Хорошо. Последняя. Али-баба. И разбойник. Ну все, али-баба, и сурок разбойник. Тишина должна быть в библиотеке. Тихо, я сказал. Вот, сменная обувь. Бери пример. Бери, я сказал. Теперь пример. Ладно, иди. Домой иди. Скажите, где вы раньше работали? Путин охранял. Выгнали. За что? Читал. АПЛОДИСМЕНТЫ В смысле? Секретные документы. Слух. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А читал бы тихо, не услышали бы, не зашли и не выгнали. Поэтому тишина должна быть в библиотеке. Тихо, я сказал, или я тихо сказал. Скажите, скажите, а вам вот не обидно, все сидят в библиотеке, а вы один стоите. А я не один здесь стою. С напарником. АПЛОДИСМЕНТЫ Он вот этот выход держит, вот, а я вот этот. АПЛОДИСМЕНТЫ Но ты особо не афишируй. Понял? А! Б! В! Г! Серый! Серый! Замени меня. Куда? Библиотеку. Почему без очков? А! Б! В! Г! В! Гипотет! О! Д! Д! Посмотри за ним, а я пойду с должниками пообщаюсь. Андрей, посмотри по нашему компьютеру, у кого какие задолженности. А вы, Валдис, не забудьте сдать Шопенгавера. У вас, Бунин и Набоков, а вы, Леонид, задерживаете Ницше и Кант. У вас Маркес, а у вас Борхес, Антон. А если я кому-то лично не обращаюсь? А если я кому-то лично не обращаюсь? АПЛОДИС, АПЛОДИС, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я думаю, все поняли, о ком идет речь. АПЛОДИСМЕНТЫ Или не все поняли. АПЛОДИСМЕНТЫ И он сам, я думаю, тоже понял, о ком идет речь. АПЛОДИСМЕНТЫ Это хорошо, что я еще пальцем не показываю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все, устал. Пойду домой. Куда? Домой. АПЛОДИСМЕНТЫ И чтоб никто не смеялся, когда я уйду. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что тишина должна быть в библиотеке. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пойдешь за меня А то А то че А то то Вот оно че Ля, комар Живучий гад А ты меткий Пойдешь за меня Куда? В армию Ля, зырь, че могу Большая медведица Медведь Надеюсь, я у тебя первый? Конечно Надейся А что ты на дискотеку вчера не пришла? Свинью колола Че колола? Купола А ты че? Корову топил Че? Корову топил Топленое молоко Хочешь? А у тебя дети есть? Были А че случилось? Выросли Вот говорят Кризис, кризис Смотри, как куры несутся Завтра у нас драка с городскими Пойдешь за меня? Неа Мне надеть нечего Я вижу Машка Домой Ма, завтра Домою А ты хозяйственная А то Че и косить умеешь? А то Ля Может не пойдешь за меня? Поздно Отойдем? Отойдем Скорый Длинный Завтра на сеновал Пойдешь со мной? Неа Мне до свадьбы нельзя А когда у тебя свадьба? Слушай, а че-то мы быстро семечки грызем Давай помедленней Давай ПudenAF А Пить вина Зарьчу могу Ля слоник дарю пансиба бля чё могу эти левобашня умоляю пойди за меня лифт да ну чё зрачки закрой классная коробочка сюрприз сари сари зырь пойдешь за меня а то как батя скажет а где батя а а ты не в отца ну ладно я пошел чё пойдет за меня а то батя согласен пойдешь за меня а не пойду это еще как а не пойду и все а почему ёшкинку а не пойду и все а ты мне с утра постель семечки будешь приносить а то тогда пойду за меня постель покупать а что здесь происходит то что судьбой предназначено то и происходит это еще что за romantic collection я решил признаться в своих чувствах одного из членов жюри только это стесняюсь не такой красноречивый в общем михаил не могли бы вы мне помочь и прочитать романтическую записку пилогей которую я написал михаил только это с выражением ладно раз два а пилогея 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 вы мне очень нравитесь даже нет я люблю вас но я некрасив да и голос смешной я понимаю что я вас не достоин то ли дело этот кыргызской парень с цветами к тому же вы ему очень нравитесь михаил давайте сразу к подарку перейдем нам нужно проводить больше времени вместе поэтому приглашаю вас в крокус сити холл на концерт михаила галустяна александра ревы концерт будет давайте по тексту что вы от себя добавляете не мешай ему пусть говорит Александр вы не могли бы голову надеть я за что косарь заплатил все братан все 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 братан в общем пилогея вы красивая талантливая девушка эти цветы вам ну и напоследок дорогой михаил михаил спасибо большое что согласились помочь нам если честно вы вот такой актер а если учитывать ну ладно поаплодируйте а если учитывать что записка была написана на крыском языке то вообще гений добрый вечер баек сегодня не будет просто буквально расскажу что вчера со мной случилось звоните значит вчера утром телефон смотрю алвас масс ну я поднимаю такой здрасте александр васильевич а он мне мешан я сейчас сильно занят не мог бы ты потом перезвонить а я ему александр васильевич это же вы мне звоните а ну да слушай ты не мог бы из аэропорта жюри встретить а я ему ну александр васильевич ну не охота мне сейчас брать вот лимузин ехать в адлер это я про себя думаю а вслух говорю конечно да о чем речь какой разговор конечно встречу вот значит едем мы из адлеров семером в газели и тут ермольник говорит мишань а где вообще в сочи можно хорошо в семером посидеть ну я такой думаю где в сочи можно хорошо в семером посидеть ну конечно же на банане минут через 15 катаемся на банане тут нас как вверх метров на пять подбросило стрижайный хозанов госматряху Ермолик, подождите, возьмите меня с собой. И тут сразу же звонок, смотрю, Юл Салгус. Привет, Юл Салгус! Подруга моя из Казахстана, как твоя сестра Албузгис? В общем, весело было, все повеселились. Сошли на берег, Ермольник говорит, может перекусим? Ну, я такой, конечно, перекусим. Пошли в самый хороший ресторан, зашли, сели, я сразу говорю, я плачу. И как только я сказал, я плачу, Ермольника как будто подменили. Зеркальный карп, хрустальная форель, труфеля, фиагро, хенеси иксо. Я ему, подожди, остановись, стоп, хватит про себя думаю. А вслух говорю, молодец, заказывай. Есть! Гурман! Красавчик! Дорогой гость! То ли дело, Юлий Соломонович, сразу видно, скромный, интеллигентный человек. Спокойно, так тихо сказал, мне то же самое. Тут смотрю, опять звонок, Алвас Мас. Ну, я такой, здрасте, Александр Васильевич, опять. А он мне, Миша, срочно уходите из ресторана. Сколько можно? Вы что, все подумают, что вы это специально делаете, чтобы жюри вам хорошие оценки ставило. Просто я тут за соседним столиком в Сине из Пятигорска сижу, мне неудобно. Ну, выходим из ресторана, я только хотел попрощаться. Тут Панин подходит, говорит, Миша, где есть вообще поколбаситься? Сейчас можно нормально так, чисто. Я ему говорю, слушай, какой колбасится, ты понимаешь, который час? Люди спят уже в это время про себя, думаю, а вслух говорю, конечно, дорогой! Только что хотел сказать, дурман ты тоже, пойдем в ресторан. У нас очень как главное, не ударить в пляж лицом. Пошли на пляж, ночной клуб там, а там этот, фейс-контроль. Ну, Гусмана узнали, пропустили, Ермольника узнали, пропустили, всех, в общем, узнали, пропустили, а меня не узнали и не пропустили. Потому что лучше дать 50 долларов охраннику, чтобы тебя не узнали и не пропустили, чем потом внутри, давай, заказывай, есть, угощайся, дорогой гость! И вот, представляете, сегодня с утра звонит мне Ермольник и говорит, Миш, а сегодня где можно хорошо посидеть? И тут я вспомнил, как хорошо, что на свете есть КВН, где можно отлично посидеть без моего финансового участия. И вот они все сидят сегодня здесь за столиками, смеются, улыбаются. Все потому, что все это не правда, а самая настоящая байка. Это я вслух говорю, а про себя думаю, какая байка этот гурман вчера заказывал? Хенеси, иксо, шашлык, иксо, все такое. Мысль мне так возилась в голову, что бы было действительно, если бы не было КВН, и что бы я делал, когда вы мою грустную рожу там показали на этом, я действительно не смог понять, что бы я делал. Я понял, что я бы, наверное, ничего просто бы не делал в Пятигорске. Не знаю вообще, как бы жизнь сложилась без КВН, а Мишка вообще, может быть, даже криминалом каким-то занялся. Мишка, что за репутация в глазах твоих товарищей? Да, извините, милый. Не, я Александр Васильевич. Показ девушек, отдыхавших в Сочи в прошлом году, и вернувшихся на отдых в этом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, спасибо, спасибо. Все свободны, все свободны. Так, тебе чего? Я так просто отсюда не уйду. Твой ребенок вот и воспитывай. Что? А ну-ка покажи. Да не похож, толстый и розовощекий. Вот копия ты, тот же нос, та же борода. Правильно. Сын должен быть похож на отца. Это дочь. Так, Лена, мне надоело. Давай хорошую новость. В смысле? Лена, если есть плохая, должна быть и хорошая. К нам едет уездный город. Что? Свистать всех вниз! Если ты приехал на вокзал в Сочи, чтобы играть с командой Сочи, Значит, у тебя суперфинал, значит, победить не хочешь очень. Надежда, твой компас земной, а удача награда за смелость от песни. Довольно! Уездный город в гостях. Что будем делать? Так, значит, я сразу предлагаю, чтобы сломать их моральный дух, поселить их всех у Леночки. Жестоко, но выбора нет. Лена, я сам поговорю с твоей мамой. Алло, здравствуйте, Трай. Да, Миша. Голустян, да. Нет, это не я съел ваш мед. Нет, это не я написал на окошке Сабата. Знаете что, я не воровал вашу курицу. Лена, с ней невозможно разговаривать. Алло, мама, перестань. Что происходит? Значит так, ко мне приезжает 30 парней из Челябинска. Мама, что значит, наконец-то? Мы с ними играем. Все нормально, папа дает ключи от гаража. Так, отлично, отлично, но гаража мало. Теперь думаем, как поставить 30 кроватей в гараж. Сначала нужно убрать из гаража лошадь. Значит, как в сценарии писать, так Сашенька, да? А как пошел вон из гаража, так лошадь? Хорошо, я ускочу из гаража. Но этого недостаточно. А я предлагаю добить их из экскурсии. Отлично. Давайте повезем их в Сухуми, в обезьянный питомник. Нет, я не поеду. Это почему это? Меня охранники обратно не выпускают. Ребята, ребят, а чем мы мучаемся? Давайте не встречать их на вокзале и все. Паша, и что? Что, что? Ты наших таксистов не знаешь, да? А, согласен, согласен. Вот люди поехали, а. Не говори. Из Сюмени всегда торгуются. Из Ростова разводим с трудом. На автобусе едет Астрахань. Белорусы вообще пешком. Но вот поезд любимый наш мчится. И мы опять повторяем слова. Дорогая моя столица. Золотая моя носка. Такси, закрой люк, мне холодно. Мусик, закрой люк, мне жарко. Русик, закрой люк, ты хочешь, чтоб я заболела? Мусик, открой люк, ты хочешь, чтобы я задохнулась? Русик, закрой. Мусик, открой. Русик, Мусик, Русик, Мусик, Русик. Значит так. Сначала ты закрой люк, чтоб одна сдохла. Потом ты открой люк, чтоб вторая сдохла. И поедем как нормальные мужики. Как вы знаете, на курорт приезжают люди разные. А проблемы у них одни и те же. Граждане отдыхающие, кто хочет научиться подводному плаванию, подходим к главному спасателю. Это мы, да, здрасте. Здрасте. Напоминаю, с 10 часов утра на пляже работает аттракцион Наташа Королёва. Повторяю, Тарзанка работает с 10 утра. А научите меня плавать, пожалуйста. Плавать научите? Да. Раздевайся. В смысле? Ну ты что, в одежде в воду полезешь? Товарищ тренер. Да. А шкула. К акулам? О, брат. К акулам лучше вообще не поплывать. Если вас окружили к акулу, надо их так, я не знаю, водичкой аккуратненько так вот, я не знаю, ручками что-нибудь. Так, да, все вместе давайте вот так их вот аккуратненько так плавочками их так. И уже мимо них на платный пляж, где к акулу нету. Так, граждане отдыхающие, кто хочет покататься на черном президентском банане с мигалкой, подходим к главному спасателю. Здравствуйте, а сколько стоит прокатиться на банане? Двести рублей. Ой, у меня только тридцать. Ладно, давай. На, иди катайся. Скажите, а мы будем доставать жемчуг из раковины? Что? Ты уронил жемчуг в раковину? Где ты живешь? В номер-гостинице. Быстро все домой. Дорогие друзья, дорогие друзья, у нас сюрприз. Дело в том, что сегодня у нашей любимой маленькой Леночки день рождения. Ваши аппетиты. Лена, любое твое желание. Я бы хотела пригласить на танец Игоря Верника. Можно? Игорь, не откажите даме в такой день. Давайте под ваши аплодисменты, друзья. Друзья, громче. Ваши аплодисменты. Сейчас только музыку свою любимую поставлю. Спасибо, спасибо, Игорь. Спасибо большое, спасибо, Игорь. Игорь, как говорится, отдыхая на курортах Краснодарского края, надо быть готовым к любым неожиданностям. Это ты правильно подметил, хлопчик. Разрешите представиться, сотник голустян. Друзья, мы действительно живем в уникальном месте. Ведь только здесь у нас, в Краснодарском крае, существует две вещи, которых не должно быть вообще. Это армянские казаки. АПЛОДИСМЕНТЫ И кубанские коньяки. АПЛОДИСМЕНТЫ Как вы понимаете, одно является следствием другого. Поэтому между армянскими казаками и кубанскими коньяками много общего. Мы такие же невыдержанные. От нас у русских сплошная головная боль. И, наконец, 80% женщин приезжают на курорты Краснодарского края исключительно ради нас. Что? Курорты Краснодарского края? Ой-ой-ой! Вон в Америке в сто раз круче! Значит так, Паша. Пока у нас на Кубани растет семочка, плевать мы хотели на эту Америку! АПЛОДИСМЕНТЫ И если Челябинск-Магнитогорск это уездный город, то Сочи всегда был и будет приязным городом! Точно! Дорогие друзья! Дорогие друзья! Все мы помним блестящее выступление наших спортсменов на зимних Олимпийских играх в Сочи. Далее был чемпионат мира по водным видам спорта в Казани, где наши спортсмены выступили не так удачно. И вот, по примеру, сборной России по футболу В женской сборной по водному полу тоже заменили тренера. Смотрим! Внимание, внимание! В сборной России проиграешь, и она берет последний тайм-аут! Девочки, ну кто так играет? Ну сколько можно вас учить? Катя Силиконова, я понимаю, ты у нас в команде лучше всех, держишься на воде. Но ты можешь мяч не здесь держать, держи где-то вот тут. Наши девочки путаются. Оля Шпалова, я тебя для чего из баскетбола вытащил? Не надо тут плавать! Просто иди к воротам! Алла Сергеевна, вам 39 лет, вы 40 лет в большом спорте. Ну что вы как маленький ребенок, ей-богу! Завязываете уже с этой диетой, вас почти не видно. Ой, девчонки, чувствую, не справитесь, не справитесь. Ладно, сам пойду. Объявите меня. Внимание, в сборной России замена. Вместо Ольги Кочуриной на поле выходит Маргарита Бородатова. Ура! Сбор, сбор! Верим в победу! Петр Первый возвращается из Голландии. Здорово, бояре! Здорово! Был в Голландии, привез диковин вам всяких. Ну... Показывай, чего стоишь! Привез вам стриптиз. Фу! А че это такое? Пойдем, покажу. Пойдем. Во! О-о-о-о-о! О-о-о-о! Вот, только медленно и под музыку. А еще бояре привез вам картошку. Покажешь? Пойдем, покажу. О-о-о-о! О-о-о-о-о! Вот. А картошку покажешь? Че ее показывать? Ее сварил и ешь. Вот. Есть. А еще в Голландии есть геи. О-о-о! Пойдем, покажешь. Стоп, стоп. Я лучше на словах расскажу. А еще, бояре, из Голландии привез я вам траву. Пойдем. Может, может, на словах расскажешь. Нет, тут идти надо. Пойдем. Да не бойся, Пантин. Пойдем, не бойся. О-о-о! Сейчас бы стриптиз. Я бы тебе картошки как навалил бы. Давай ее. Рано еще, рано картошку. Ладно. А еще бояре. Привез. Да, бояре, на улице красных фонарей нищие не такие, как у нас. А такие? У нас все вот так милостыню просят. А там вот так. А че это они так просят? А это он тичку просит. Да, еще, бояре, привез из Голландии я вам алкозельцер. Отсыпись, а! Алкозельцер привел, а! Ты нахрена его увозил-то в кошель, а! Команда КВН, утомленные солнцем, представляет хит-парад лучших хэппи-эндов в истории. Итак, новый 1812 год. Бал во дворце Наполеона. Знаете ли, недавно в Луне... Маден и месье, император Франции Наполеон Бонапарт. Бонжур, бонжур, бонжур! Бонжур! Привет, 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 привет! Месье Бонапарт, кто это? Это мой фаворит, граф Ватерлоу. Ну, че пялимся? Не в курсе? У каждого Наполеона должен быть свой Ватерлоу. Мой император, какие будут приказы? Война! 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 Отличный план! Отличный план! Затем я предлагаю захватить Австро-Венгрию. Отличный план! Отличный план! Да, и еще, надо взять Голландию. Зачем Голландию? Отличный план! Отличный план! Не бойся, Бонапарт, это же я, Жозефина, жена твоя! Боже мой, я никак не могу к тебе привыкнуть. Я вообще ничего не боюсь, кроме русской зимы. Не бойся русской зимы. Когда мы пойдем на Москву, перед нашим войском пойдут обогреватели, поскачут кипятильники, полетят фены и колориферы. Слушай, это отличный план. Отличный план! На Москву! Кутуза, выходи, подлый трус. Кто там? Кто там? А-а-а! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Это ты? Жалкий корсиканский лилипут? Что? Коня мне! Коня! Быстро коня! Адьё, Кутузя! Увидимся на баррикадах! Сам адьё! За мной! Скажите, а кафтан это у вас шёлк, да? Шёлк, шёлк, да. Ага. А настроение как у вас? Скверно, у меня настроение. Понятно, скверно. Так кто такой? Да неважно, вы не отвлекайтесь. Итого-то Наполеон. Скверно настроение. Капузоле и шёлк, 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 бородино. Так, запишите, Родзинского не приглашать больше. А-а-а! Наполеон! Чуешь, капец твой пришёл, Целься? Подождите, подождите. Опустите эти ружбайки и пекали. Я не для этого сюда пришёл. Записывай. Каждому русскому по 10 тысяч золотых. Ого! Да! Пять литров бургундского. Каждому! Каждому тебе руку, да, да. Ого-го-го! Пожизненную свинину и лучших французских куртизанов. Вот отличный план! Пожизненную свинину и лучших французских куртизанов. Французов погубила русская зима. Но, коль зимой бы не случилось это, Менты, таксисты, шаурма. Их русская убила плета. Итак, век девятнадцатый. Из Питера на отдых в Сочи Приехали богемную толпой Пушкин Александр Сергеевич Коля Гоголь И Толстой Господа, Вчера с Ариной Родионовной Катался на банане Друзья, Не чокаясь за няню Признаться в Сочи отдых не по мне Здесь как у Горького на дне А я хочу в Париж к цыганам В Париж к цыганам Тут максимум в Адлер к армянам О развлечениях вообще не будем Здесь негде отдохнуть приличным людям Тургенев продает на пляже шаурму Вот гад! А говорил, что утопил муму? Шаляпин пьяный караоке пил на пляже За песню Кателиль набрал сто баллов даже У декабристов снова в пати Вон Герцен пьяный спит лицом в салате Ну он же задохнется Декабристы, эй! Будите Герцена скорей! И каждый год до безобразия Такое вот однообразие А может на экскурсию? Короче, смотрите на меня Я сам как символ Сочи К примеру, ноги Такие же кривые, как все у нас дороги С таким лицом Хоть в Адлер в дельфинари А на груди у вас дендрарий С такими шутками Поосторожней, Гоголь Итак, княжонку эту вашу нос Сочло за личное оскорбление Почти совместное население А может к этим барышням подкатим? Ты скажешь, как дела, а мы подхватим? Друзья, мы все подхватим, если к ним подкатим Еще и деньги все на них потратим Тут надо осторожнее, Толстой Особенно вон стой Вон стой, вон стой Вот с этими двумя не стоит Вот с этой стоит Только это, блин, и стоит Да, в Сочи удивительные дамы Я понял этот город, посетив, что даже стопроцентная Динамо здесь превращается в локомотив Ну, в принципе, мы можем подойти Но только нам их некуда везти Здесь, в Сочи, летом цены на жилье растут до беспредела Одна старушка просто обнаглела Раскольникову комнату сдала за тысячу рублей Он, кстати, приглашал на юбилей И какой? Через неделю у старушки 40 дней А может быть, поедем в сауну И там найдем какую-нибудь фауну Тем более, что телефоны были Толстой, поройтесь-ка в своей мобиле А так, кстати, вот все знакомые тут наши Так-так, Арина Родионовна, рабочий Постойте, это же мой домашний Так, ладно Фанвизин, Фогель, Феоктистов О, е! Ура! Нашел! Да, сук! Сейчас дозвонимся до них А? Алло! Я вам звоню Чего же боли? Что я еще могу сказать? Нас будет трое Лева, Коля Плюс я, да Для них двоих Мне сразу пять Чтоб нас как следует уважить О вкусах Гоголь сейчас расскажет Там-дам Алло Простите, вы читали Вия? Ага Так вот, должны быть не такие Чтоб не испортили нам пати И чтоб не вызвали испуг Чтоб не чертить вокруг кровати Противоупыренный круг Ага Друзья, они уже в пути Так что же время мы теряем? Давайте Камасутру полистаем Давайте Вот дядя Ох, тут он честных правил Тут не в шутку занемог Ого, тут он уважать себя заставил Признаться, я бы лучше выдумать не смог Тут его пример другим Наука Ну, боже мой, какая скука Какая именно? Вот это Тут много скук Какая? Это Не ссорьтесь, мальчики Я здесь уже О, боже А где другие? Другие будут чуть попозже Ну, кому из вас я всех милей? Будите Герцена скорей! Но Герцен очень крепко спит Обидеть даму Честь мне не велит Отсюда я уйду с ней вместе Погиб поэт Невольник чести Ну вот и все Как скажете, друзья Ну а мораль скажу вам я Знавал наш Сочи и другие времена Курорт процветал Как гуляли и пили Когда-то все пляжи бесплатными были И верим мы И верим мы Взойдет она Звезда Курортного процесса Курорт поднимется со дна И на бетонных волнорязах Напишут И наши имена Новый 1917 год Мальчишки-бальчиш встречал его В белогвардейском плену Ума не приложу Поликарп Говори Говори, говорю Говори, кому говорят говори Вот ты говоришь Говори, говори А как я буду говорить Если ты все время говоришь Говори, говори Говори, где танк Не скажу Обыскать Ты что ж думаешь Мордопелопузая Своими грязными кулачонками Храброе сердце кибальчиша взять Никогда, ты слышишь Никогда А вот так Глупец Пойдешь через лес К мосту Выйдет девочка Девочку не трогай Выйдет мальчик Вынеси танк Зубы заговариваешь Хорошо Тогда все расскажет Твоя сестра Анжела Анжела Говори, Анжела Не буду Тогда смотри Что я буду с ней делать Для начала Я возьму ее за грудь Врешь Не возьмешь Вру Хорошо Тогда я уколю тебе Сыворотку правды И мне Так все Мне надоело В молчанку будем играть Хорошо Тогда заговорит ваш Продвинутый дядя Никитка Узнаете своего дядю? Нет Что вы с ним сделали? Говори, Никитка Ну пеняй на себя Еще 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 Все Говори Говори, Никитка Все Сыворотку на тебя Извел Хорошо Кибальчиш Я развяжу тебе язык Вот как ты заговорил Еще Ну, Никитка Ну, Никитка Ух ты Мне надоело Смотри Что я буду с ним делать Бежать тебе надо Беги, Никитка К нашим беги Я пойду музыку поменяю Знаешь, Анжела Почему я им ничего не сказал? Почему? Да потому что я ничего не знаю А народ, который ничего не знает Победить невозможно Команда КВН Утомленный Солнцем Очень пожалела Что темой приветствия Стала наука и жизнь Что? Что? Да ваша решение дурак Да Руби, Лена Руби, я сказал Миша, может не надо? Надо, мы отрубим голову, Саша Потом я оживлю его живой водой И мы получим Нобелевскую премию Миша Это бесчеловечно Это 200 тысяч долларов Руби, Лена Миша, остановись Это антинаучно Ты не уч Что? Я не уч? Да я... Да я... Уч Проверим Архимед Дайте мне точку опоры И я переверну землю Ой, дайте мне точку на черкизовском И я переверну экономику России Пифагор Пифагоровы штаны Ваши стороны равны А из волочковой пачки Можно сшить чехол для тачки Значит так Для следующего опыта Мне нужен доброволец Где Йосиф? Где этот человек Выросший в тубусе? Боже мой Тебя что, всем роддомом тянули? Что это у тебя в руках тут? Это я в секс-шопе купил А чё маленькая такая? Пробник Так, всё, я передумал Ты, иди сюда Красавец Вот, именно с тобой Мы получим Нобелевскую премию По фокусам Можно? А, видали? Это же Нобелевская премия По хиромантии Дай сюда телефон Кто-нибудь здесь дает Код Нобелевска Нет такого города Миша, ты шарлатан Ребята, бей его! Не трогайте меня Я страшный человек Я этот Бисексуал Бей его! Стоп! Я бисексуал Мне нравятся и женщины И некрасивые женщины Да что? Бей его! А думайтесь Я же преодолел земное притяжение Каким образом? Ну, скандал с Волочковой Слышали? Ну? Так вот, я решил эту проблему Смотрите, последний шанс с Волочковой Давай, давай Давай,ета Отлично, класс, класс О боже мой Уважаю за то, что добрый Уважаю за то, что отзывчивый Уважаю за то, что веселый Животное Вы еще пожалеете Я приду в машину времени и лючу от вас, чертовой бабушке Давай, давай, лети А у нас пока реклама Значит, ребятки, построились ровненько Реквизит у вас с собой Итак, записываем рекламу пива Карлсберг Ну тогда все готовы И по моей команде поехали Иииииии Так, мужчина Реклама Жигулевского в соседнем павильоне Все сюда, ребята У Миши получилось Что? Ну что, машина времени И он улетел в Италию 14 век Самый разгар инквизиции Это... А, а-а-а Отпустите меня Я из будущего Я не ведьма Сжечь карлика! Нет, нет Нет, я всё расскажу. В будущем есть всё. Лазеры, принтеры, футбол. Футбол? Ну, футбол. Ну, например, сборная России по футболу. Кто? Ну, футболисты. Крепкие такие парни в трусах. Гондольеры? Когда проигрывают, да. Опять ересь? Нет. Жечь! Нет, пожалуйста, я всё расскажу. Земля плоская. То, что она круглая, говорил Джордану Бруно. Джордану Бруно так говорил? Да. Жечь еретика! Иди, Джордану. Подонок, мы даже не были с тобой знакомы. Иди. Иди, иди. Макаронник. Шашлычник. Что? Жечь еретика! Так отлично, отлично! Наконец-то мы от него избавились. Бородатый тиран, так ему и надо. Пиявка на теле КВН. Злобный карлик. Подонок, мы даже не были с ним знакомы. Молчи, Джордан. Шашлычник. Яйте. Боже мой, он опять вернулся. Что ж такое? Встречайте. Бодрее. Встречайте. Духовный лидер телевизионной секты, юмористы седьмого дня. Михаил Галустиан. Здрасте. Ты здесь главный? Да. Дай сюда эту штуку. Быстро, быстро. Всё, я готов. Работайте. Дорогие друзья, прослушайте основные заповеди нашего телевидения. Первое. Не убить своим... Класс, класс. Это я аншлаг, аншлаг так отсатилил. Аншлаг. Боже, у меня даже не зажигается на эту передачу. Масляков. Пойдём дальше. Спокойной ночи, малыши, ведёт мисс мира. Кому? Кому это надо? Кроме двух кукловодов, которые у неё под столом там сидят. Передача «Форт Боярд». А вы что думали, если сегодня жюрист не термольник, я буду молчать? Отвратительная, бездарная, никому не нужная была передача, пока её не начал вести Леонид Ермольник. Вот «Поле чудес» — да, да. 12 лет в эфире. Как? Как? У меня складывается такое ощущение, что Якубович в юности спас жизнь Эрнсту. АПЛОДИСМЕНТЫ И последнее. Александр Васильевич. Сегодня играют не золотая молодёжь. РУДН, Пятигорск, ЧП и мы. Почему я к вам так близко подошёл? Возлюби ближнего своего. Да, Александр Васильевич, вы же на меня не сильно сердитесь. Ничего, что я с вашей гримёрки нимб взял. Мы же с вами одна секта, правда? Мы старые артисты, дважды финалисты. В третий раз не хочется того же. Поспорив на корову, командой к Маслякову, Мы пришли вчера с одним вопросом. Душою не кривите, когда уже скажите, Мы станем чемпионом. И сказал он, наверное, В следующей жизни. Премьера новогоднего клипа. Слова Геннадия Ладошкина. Песня про 2020 год. Поёт Супер Жорик. АПЛОДИСМЕНТЫ Вай, мама, что это? Этот год, что это? Это что? Что это? Вай, мама. Этот год начался, люди улыбаются Сексом занимался, мир без дистанции Но вот этот случай, этот меч летучий Вирус для вонючей и самоизоляция Люди все с ума сходились Никто себя не контролю Зюба прямо в интернете Показал всем I love you Why, мама, что это? Людям за что это? Маски дороже, чем золото, золото Why, мама, что это? Да попки на все это В попу вакцина, уколота, колота Ты чигурда среди инфекций Зачем чигану ты побрил вот эти брови? Ты этот рубль опускаешь хорошенько? И почему не отпускаешь, Люкашенька? Заканчивайся поскорее Ну прекрати мои мучения Мне нужно от тебя же езжи вот эти мощные антителевские движения Война, мама, что это? Людям за что это? Это не год, а какая-то золото Why, мама, что это? Забудь, плохой это Следующий год будет золото Но не факт У всех команд, вокалисты, как красиво поют Ну чтоб их победить, нам нужен человек, который поет лучше всех на свете Ну и кто же это у нас поет лучше всех на свете? Ну ты че? Конечно, супер Жорик Это с чего это ты взял? Ну ты че, супер Жорик, блин, ты его текста слышала? Хочу тебя любиться, хочу тебя любиться Мужик чисто вокалом вытягивает Блин, кайф Я вообще считаю, что супер Жорик в следующем году на Евровидении поедет Что, от России? Смотреть свысока на всю эту мышиную возню Никит, ну ты же понимаешь, что супер Жорик за нас не споет Может кто-то это сделать хотя бы примерно, как он Пуф, ну если только ангелы Хочу тебя любиться Извините, извините Вы, наверное, переволновались чуть-чуть, да? Там немножко не так Там Хочу тебя любиться Хочу тебя любиться Ну любиться, любиться Настроение не улавливайте, знаете, такое Как будто Наташа Королёвна два дня из дома уехала Хочу тебя любиться Ну, что-то такое оно Хочу тебя любиться Вообще нет Никитос, а что ты супер Жорика не попросишь тебя спеть? А как я его попрошу? Так вот же он сидит Так это Михаил Голустян Так, Никит, Михаил Голустян и супер Жорик это один и тот же человек Да что ты мне рассказываешь? Ну, Михаил вон сидит в толстовке А супер Жорик у него леопардовый костюм, очки А так, Никит, настало время тебе, наверное, это сообщить Мужчины могут носить разную одежду Михаил, вы правда супер Жорик? Никит, я тебе больше скажу Михаил Голустян это еще и Гай Петрович Хренова Бабушка Сирануш, Равшан Прекратить с неумолимой скоростью сокращать население планеты Так, подождите, если Михаил это супер Жорик, то Валдис Пельш это Снуп Гоу! Да Никита! Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья Мы рады приветствовать вас на нашей удивительнейшей экскурсии Сегодня мы окунемся в море событий Ведь мы поплывем по волнам истории города Сочи Существует легенда, что город Сочи построен на развалинах Более древнего и более красивого города На самом деле это не так Сочи это и есть развалины более красивого и более древнего города Кстати, древние сочинцы верили в то, что человек после смерти попадает в Адлер Итак, десятый век до нашей эры окрестности Сочи В древнем Сочи немощных и уродливых мальчиков сбрасывали со скалы в пропасть На себя посмотрите! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет, браток Привет Как тебя звать? Елена Прекрасная А я Ахилл А это кто? Рахилл АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здорово Скажи, Ахилл, а сколько тебе лет? Девятнадцать А мне двадцать Тогда почему нас называют древние греки? Ну, понимаешь, как бы тебе объяснить? В общем, древние — это метафора Ну вот, мы — древние Елена — прекрасная Метафора Метафора Ну и мухи у вас здесь Мальчик Не мешай нам, мальчик А ты не такой уж и Рахилл Будешь драться с Гектором Елена, дай мне шлем Елена, дай мне меч Да Без меча пойдешь А может, и без шлема? Нет Так пойдешь Будем давить на жалость Гектор Гектор Елена, дай мне шлема Елена, дай мне шлема Елена, дай мне шлема Елена, дай мне шлема Ну а мы продолжаем наше морское путешествие по волнам истории города Сочи История города Сочи насчитывает очень много денег, которых не досчиталась история других городов России Но это и не удивительно, ведь любимое место отдыха наших туристов это рестораны И поверьте И поверьте, каждый ресторан борется за своего посетителя А следующая музыкальная композиция Звучит для наших гостей И солнечное Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, 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 дет Да, особое место в истории нашего города занимают сказки. Всем известна сказка про то, как один злой и жадный турист из Москвы, гуляя по лесу, наткнулся на семерых добрых сочинцев. Так в сочинских сказках добро всегда побеждает зло. Сказка «Золушка». Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера приснилось мне, Будто принц ко мне примчался, а умчался не на мне. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Добрая фея! Здравствуй, дорогая крестная! Тебя уже выпустили? Да, только никому не говори. Ну, соскучилась, пойди по крестной за 15-то лет. Ну давай, моя любимая песня. Добрый жук, давай, добрый жук. Давай пой, добрый жук. Добрый жук, пой давай! Добрый жук! Но я не хочу петь. Ах так? Пой! Но я не хочу петь. Крестная, я опоздаю на бал. Иди, я тебя что, держу, что ли? Ну как я поеду? А, да. У тебя есть тыква? Есть. Выкинь! Я думаю, чем воняет? Так, ну тыква это шо фигня. Главное на балу это бальное платье. Но у меня есть только старое мачехино платье. Пойдет. А сейчас тащи хрустальную люстру и суперклей. Будем делать тебе туфли. Но у меня столько работы. Я сделаю всю работу, что надо? Злая мачеха смешала мешок пшена и мешок гороха. Хорошо, съем. Что еще? А еще она смешала селедку с молоком, чтобы у меня и в мыслях не было поехать на бал. Слушай, вот и я злая мачеха. Прям как добрый жук. А что ты не убьешь ее? Ну как? Вот тебе волшебная палочка. И когда она усинет, надо сделать вот так. Надо сделать вот так, вот так, вот так, вот так. И только потом уже вот так. И вот уже отсюда контрольный... Вот так. На. Спасибо, добрая крестная. Ну я поехала на бал? Поезжай. Но помни, ровно в 12 раз ты страшнее, чем все девушки на балу. Ага. Да, вот так весело, смеясь, наступил век 19-й, век прогресса и просвещения. В Англии изобретают паровоз, в Америке изобретают самолет, в Сочи идут дальше и придумывают вот это. Итак, век 19-й, бал у Наташи Ростовой. Карета-телеги подъезжали кусать по дому, мужчина-дамы кружились в вальсопольке, на столошкафе стояли салатонапитки, все смешалось в доме Облонских. Господа Наташа, господа, Наташа Ростова! Друзья, вы знаете, Наташенька прекрасно поет. Так просим, 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 просим. Ах, ой, мистер юга, не шумит ветер, не шумит ветер. Наташа, заткнитесь и счетчик. Просим, просим, просим. Поручик Ржавский, вам надушенное письмо. Шагман, похвастайтесь. Ну что там, что там, поручик, похвастайтесь. Война, господа. Извините, господа, мне пора. Я девственник, честь имею. Ну так, а корова! Иди сюда, живем булками. Из Кизимуа, господа, папенька зовут. Господа, а вы знаете, Пьер Безухов долгое время жил в Шотландии и весьма недурно научился играть на волынке. Пьер Безухов Итак, итак, мы подошли к веку 21-му. Современная история города Сочи насчитывает как минимум две команды КВН. Это команда КВН «Утомленные солнцем». И команда «Утомленные утомленными солнцем». Здравствуйте, Александр Васильевич. Добрый вечер. Здравствуйте. Виделись. Здравствуйте, Александр Васильевич. Я всегда хотела, чтобы мой сын Александр был военным. Но я стал КВНчиком. Спасибо вам, Александр Васильевич. А я всегда мечтала, чтобы Йося стал художником. Но я стал КВНчиком. Спасибо вам, Александр Васильевич. Я всегда хотела, чтобы Лена стала врачом. Но я стала КВНчицей. Спасибо вам, Александр Васильевич. А я всегда хотел, чтобы мой Миша был нефтяным магнатом. АПЛОДИСМЕНТЫ А я всегда хотел, чтобы у меня была дочка. Папа, и что я сейчас должен сказать? Спасибо вам, Александр Васильевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Серёжа, говори, что у тебя было написано. Что вы орёте, Морсина? За своё обратите. Правильно. Правильно. Да-да-да. Друзья, друзья, ну давайте не будем ссориться. Мама, давай посмотрим. Это интересно, мама. А что? Вот видишь, Йося, а я тебе всегда говорила, что Саша больной. Что? Мой сын больной? Да. Да вы лучше на своего посмотрите, если увидите. А вы помолчите, Женщина. Друзья, друзья, всё равно, что у тебя было написано. Хватит, хватит. Хватит. Значит так. Поём финальную песню, как репетировали. Дружба крепкая Не сломается, не расклеится. Если есть друзья, и на сцене вместе Мы поем вам песню Камерен – большая дружная семья Дорогие друзья, дорогие друзья, как вы понимаете, история Сочи многогранна Но лишь одна традиция остается неизменной Во все века сочинцы всегда следили за тем, чтобы кто-нибудь из приезжих, не дай бог, подскользнулся или упал Потому что хлеб на пол не бросают Ты уедешь туда, где туман, где метели и где снегопад Только знай опять, Сочи ждет тебя, поскорей возвращайся назад На пляже в ногах гори, до боли, до крика и гуляй на зари И знакомой Владимы, и случайно жену назови ночью века А в Сочи лондонский дождь, парижские ночи, полярный рассвет Только чур покороче, но в уголке твоей Палка, черва из Сочи Я люблю тебя в Сочи Дам-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там